Аукцион с Багрис Аукцион с Багрис это бартерный аукцион, на котором картины художников можно обменять на еду и полезные вещи и получить кучу разных эмоций от этого процесса обмена и борьбы за произведение искусства. Все началось с того, что однажды у меня украли картину, и это как-то было хорошо так в итоге растиражировано в СМИ, что мои друзья-художники из арт-клуба захотели тоже, чтобы у них что-нибудь украли, потому что картину хочется все равно пустить в жизнь и получить какое-то внимание к себе со стороны. И вот мы устроили день украденных картин и удивились тому, что огромное количество народу приходит и борется за картины, и такое чувство испытывает, что ты кому-то нужен, что за твою работу хотят побороться и так далее. И вот буквально таким коллективным обсуждением после дня украденных картин мы поняли, что хотим что-то получить взамен. И вот так и родилась в таком коллективном обсуждении идея аукциона, потом она развивалась, дополнялась, и, кстати, превратилась в самый престижный в мире аукцион по обмену картин на еду и полезные вещи для художников. К такому отношению, когда художник отдает картины в обмен на что-то, и это превращается в аукцион, такого не было. На обычном аукционе есть четкие правила, кто раньше заявил цену выше, тот и главный претендент на это произведение. А на нашем барденном аукционе человек может, в принципе, сделать ставку, предложить художнику, например, чайник, а другой человек может предложить тоже чайник, и художник будет выбирать, какой чайник лучше. То есть у нас есть элемент диалога, и что решающее слово не за аукционистом, который ведет аукцион, а за художником, что же он выберет. С 2010 года это четвертый аукцион. Отбор у нас проводился. Мы принимали заявки от художников в течение всего лета. В конце лета у нас был художественный совет, на котором мы рассматривали все заявки. Было решено сделать аукцион таким международным. Половину заявок от новосибирских авторов и половину заявок от авторов там со всего мира. И главным критерием было это качество произведения и наличие у автора какого-либо творческого опыта. То есть совсем-совсем новичков мы не брали. Старались брать тех, у кого есть уже такой выставочный опыт, и которым есть что показать, помимо той работы, которую они выставляют на сбагрис. И в итоге все это идет только на пользу творческой среде, когда вдруг мы начинаем говорить о ценности искусства, о том, кому оно нужно, и в таком духе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова